Девушки отдыхают Хадж — это паломничество, паломничество в Мекку. Вы помните, что в политеистической Аравии люди регулярно ходили, эти племена пустынные регулярно ходили в Мекку для того, чтобы подтвердить мир друг с другом. Предполагалось, что там, в Кабе, живут боги, около Черного Камня, и, соответственно, люди приходили туда, в Кабу, чтобы подтвердить мир друг с другом. Регион вокруг Мекки должен был быть свободным от военных действий, потому что если боги живут в мире, так, может, тем более должны жить в мире друг с другом. Что же сделал Мохаммед? Мохаммед преобразил это паломничество из палитеистического в мусульманское. И теперь мусульмане отправляются в ежегодное паломничество в Кабу. Причем приходить туда могут только мусульмане. Вот в этот район, который окружает, у которого группа Мекки, 20 километров от Мекки, туда нельзя немусульманам вообще проходить. Хотя один друг мой рассказывает, что он с группой 20 христиан был приглашен недавно в Мекку. Мне также недавно прислали приглашение, возможно, посетить Мекку. Получится это или нет, я пока не знаю. Но сейчас наш мир плуралистичен, и немусульмане, наверное, тоже со временем смогут попадать в Мекку, если будут при этом проявлять должное уважение. Но смысл вот в чем. Когда вы подходите к Мекке, приближаетесь к черному камню, вы должны быть в мире. Это мусульманская встреча. Встреча, на которой мусульмане принимают, приветствуют друг друга. Мусульмане к этому относятся очень серьезно. Пару лет назад я получил письмо от одного моего знакомого в Иране. Он говорит, я отправляюсь в паломничество. Он неоднократно уже бывал в паломничестве. Он говорит, я вот в этом году снова пойду. И он говорит, у нас по-разному складывались наши с вами отношения, говорит он мне, вот если в чем-то я тебя обидел, если в чем-то я поступил с тобой неподобающе, прости меня, пожалуйста, и расскажи, в чем я заблуждаюсь. Потому что я хочу полностью освободить свое сердце от всякой обиды, которую кому-либо когда-либо нанес. И только тогда я пойду в паломничество, только тогда я приду в священный храм, Кабу в Мекке. На самом деле у нас тоже похожая вещь в церкви. Перед причастием, перед хлебопреломлением нужно быть в мире друг с другом. Если нет мира друг с другом, то сначала нужно примириться с братом, а потом уже принимать хлеб и чашу. Сначала мир, а потом Евхаристия. Вот этот мусульманин хотел убедиться, что у меня против него ничего нет. Я ему сказал, я ему ответил, ты полностью свободен, ты никогда ничем меня не обидел, ты поступал со мной по-доброму и с любовью. Спасибо тебе большое за письмо. Я уверен, что такое же письмо он рассылал и многим другим людям. Смысл в том, что приближаться к Кабе можно только с чистым сердцем, без лжи, без какой-либо непрощенной обиды. Паломничество совершается ежегодно в праздник Ид Аль Адха, жертвоприношения. Память о том, что Ислам – продолжение веры Адама, первого пророка, Авраама, второго, или среднего пророка, не второго, все-таки среднего, и Мохаммеда, последнего пророка. Об этом мы с вами уже говорили. Продолжение и связь современного Ислама с верой древних пророков, в том числе и первого мусульманского пророка, Адама. И темы паломничества, об этом мы тоже уже говорили, темы, которые указывают, напоминают нам об Агаре и Исмаиле, когда их буквально выкинули из дома Авраама. Это проигрывается буквально каждый год во время паломничества. Да поможет нам Бог выстраивать отношения с Исмаилом и не выкидывать, не выбрасывать его. В кульминационный момент паломничества приносится жертва. Они считают, что Авраам собирался принести Богу своего сына Исмаила. В Коране так не написано, оно написано просто сына Авраама. Они считают Исмаила, когда Бог его остановил и когда Бог сам принес великую жертву. То же самое делают они и сейчас. Приносят сотни тысяч ягнят, напоминая, что Бог спас всю нацию, весь народ Ислама. Он спас весь народ Ислама от гибели, принеся эту великую жертву. Об этом написано в 37-й суре, аят 107. Великая жертва, или величайшая жертва, которая была принесена, чтобы искупить Исмаила. Все паломники одеваются одинаково. Все приходят к Кабе и к черному камню. они верят, что черный камень это знак Божьего Завета с нами. Бог посылает нам свою волю, Танзил. Точно так же Бог посылает нам свой камень, послал нам свой камень, этот метеорит. То есть, это посланная Божья воля. Люди приходят к этому черному камню и таким образом вспоминают о Божьей воле и подтверждают свою посвященность, свою преданность жизни согласно Божьей воле. Это подтверждение Завета с Богом. А теперь поговорим о некоторых важных аспектах к паломничеству. Во-первых, каждый паломник возвращается домой с новым именем. Мужчины Хаджи, женщины Хаджия. Значит, что человек был, участвовал в Хадже. И каждый мусульманин хочет такую приставочку Хаджи. Не доктор, не господин, а Хаджи. Хаджи. Я был в паломничестве. Все паломники направляются в один и тот же географический центр. Поклоняются на одном и том же языке одним и тем же образом. По-арабски. Эта вера связана с местом и языком. Все движется к одному центру. Все паломники равны перед Богом. Все они одеваются одинаково. Никакой иерархии одеяния у них нет. Все мужчины и женщины равны перед Богом. И одежда паломника об этом напоминает. Паломничество связывает мусульман с неизменностью Ислама. Потому что точно так же Бог вел Адама, Авраама и Мухаммеда в едином движении, в едином направлении, о котором они и вспоминают. Паломничество это воспоминание о Божьем Завете с человечеством через черный камень знак Божьего Завета. Мы, христиане, преломляем хлеб, принимаем вино, чашу, вспоминая тем самым о том, что Иисус сошел к нам. Мы принимаем хлеб и чашу как символы того, что произошло. Мусульмане не принимают хлеб и чашу, но они направляются в Мекку и видят этот символ, символ воли Божией, данный нам. А теперь я бы хотел сопоставить хадж и евхаристию. Я все больше и больше об этом думаю. Эта мысль впервые пришла мне в голову несколько лет назад во время конференции о том, как свидетельствовать мусульманам. Дарли Уудли говорил о том, как на подъезде к Мекке стоит большой знак. Не мусульманам проезд запрещен. И, напротив, как в Иисусе Христе разорвалась, разодралась храмовая завеса надвое, как Христос призывает нас всех, Его слава излилась в мир, и нет больше преград. Есть только распростертое объятие. Придите к столу, придите к трапезе. И нет нигде такого знака, на котором было бы написано «Стоп! Дальше проход запрещен!» Барьеров нет. Путь открыт. Завеса раздралась надвое. Бог принимает нас всех. Вот это отвержение, которое испытал в свое время Авраам, ушло в прошлое, потому что Иисус принимает всех в семью Божию. Иисус хочет, чтобы каждый имел общение с Богом. И христиане регулярно принимают хлеб и чашу, вспоминая в поклонении о смерти и воскресении Иисуса Христа. Они собираются на Евхаристию, на хлебопреломления в сотнях тысяч церквей. На тысячах языков они говорят. Разнообразие потрясающее. Но есть объединяющий момент. Хлеб чаша. Разнообразие огромное. Мы по всему миру разбросаны. Но единство наше основано не на том, что мы в одном и том же географическом месте. А на том, что все мы приходим к одному и тому же Иисусу Христу. И Он с нами. Он среди нас. Когда мы вспоминаем, что совершил Он ради нас. Ни культура, ни язык, ни способ поклонения не объединяют нас в хлебопреломлении. Объединяет прежде всего Иисус Христос, к которому приходим мы все. Евхаристия в хлебопреломлении вот время, когда мы исповедуемся в грехах и получаем прощение. Знаете, что мне очень нравится? Мне очень нравится, когда после хлебопреломления пастор говорит, грехи ваши прощены. Не всегда, не везде это делают, но иногда говорят, грехи ваши прощены. Иисус умер за вас. Идите с миром. Служите миру. вот это провозглашение прощения грехов. Это напоминание распятия и жертвенной смерти Иисуса Христа, Мессии, за наше прощение ради нашего спасения. Это напоминание о том, что Мессия вернется вновь, чтобы установить свое царство. Мы смотрим вперед с радостью и упованием. Мы уже говорили с вами о том, что в исламском движении нет движения вперед. Ну, кроме, пожалуй, одного исключения, установления дара али-ислам. Может быть, это движение вперед некоторое. Но все же, по исламу жизнь это такая скобка, это такая вставка. Наше дело послушание учению, которое мы получили с небес. В христианстве же, принимая участие в хлебе и чаше, мы тем самым вспоминаем, вспоминаем этот завет, жертвенную смерть Иисуса Христа за наши грехи. До кори не придет Он снова, пока мы будем есть новый хлеб и пить новое вино в Царстве Божьем. Это указание на прошлое, но также призыв к будущему. Это призыв идти вперед. Это ожидание того великого события в будущем, когда Иисус вернется за нами. Это призыв к действию, призыв к движению, призыв к тому, чтобы сказать Иисусу «да». Это знак будущего, знак Его второго пришествия. Лет 7 назад был я в мечети в одной и зашла речь о втором пришествии Иисуса Христа. Меня спросили, как это будет, когда Христос вернется? Ну, сурмане говорят, Он уничтожит всех свиней и разрушит все кресты и так далее. И вот меня спросили после того, как это все будет? Я говорю, Царство Божие исполнится с приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое принес Он на землю и объявил Он на земле, когда восстанавливал зрение людям, когда исцелял больных, когда показал своими поступками и словами пример. С Его вторым пришествием Царство Божие откроется, оно установится. Но оно начинается, говорю я, уже сейчас. Где? А придите к нам в церковь. В наших церквях Царство Божие уже начинается. Не во всей, конечно, полноте, но оно уже есть. Как и Христос, мы помогаем бедным, мы помогаем голодным, мы помогаем тем, кого мучает совесть, изгоняем бесов. Наркоманы освобождаются от своей зависимости. Я говорю, даже те коровы, о которых заботятся наши фермеры. Это счастливые коровы, потому что мы к ним относимся по-доброму. Будущее Царство уже начинается сейчас в наших церквях. Наши церкви ведут нас к тому будущему, которое мы ощутим во Христе. Трапеза Господня, это воспоминание. Но помните также, что Иисус придет снова. Царство Его начинается в нашей церкви уже сейчас. Жизнь Его касается нашего сердца. Представляете себе, что это значит собираться у этой трапезы. Это воспоминание того факта, что Христос придет снова, Мессия придет снова. Мы вперед смотрим с радостью. Мы радуемся и величаем Бога за то единство, которое Он создал между Отцом, Сыном, Святым Духом, за то единство, которое есть в церкви. Как Я и Отец одно, говорит Христос, так и Вы призваны к единству. Вот Вам хлебопреломление, вот Вам Евхаристия, вот Вам общение в церкви. Это предвестник вечного единения? Да. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Значит, мы идем вперед, мы служим в нашем заблудшем мире подобно Мессии. Иисус восстал из мертвых, воскрес из мертвых, показал ученикам свои раны и говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Идите в мир. Мы не просто получаем прощение грехов сами. Мы идем в мир и несем Божие Слово и прощение другим. Это радость в обретении Божьей благодати в Иисусе Христе, обильность неизмеримой Божьей благодати. Это радость по поводу того, что каждый из нас любит нашего Мессию. И Он с нами, если даже двое или трое молятся во имя Его. Это радость и принятие в Божию семью нас, сыновей и дочерей Божьих. Это радость, вечная любовь, вечный Божий шалом, мир, полнота Духа Святого, искупление и новая жизнь во Христе. Все это в преломлении хлеба, все это в принятии чаши. Это поклонение. Не по долгу, не по долгу, не потому, что обязаны, а по праву, по праву, основанному на сознательном выборе, общении с Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом. Это совместное решение принять хлеб и чашу, приобщиться к жизни в Иисусе Христе, который есть хлеб жизни. Все это наше паломничество к Господу. Видите отзвуки этого в мусульманском путешествии в Мекку? А как вы думаете, можно ли предположить, что Евхаристия Церкви и есть приглашение, призыв к мусульманам ощутить ту полноту благодати, к которой они стремятся, направляясь в Мекку? Ну, как вам? Что? Ну, разница-то огромная. Да, конечно, огромная. Действительно огромная. Но видите общность? Оппенхайли, человек мемуары, которого я сейчас читаю, говорит, «Ислам подготовил меня к Евангелию, потому что Евангелие исполнило все то, чего я так страстно хотел в исламе. К чему стремится паломник? И что исполняется потом в Евхаристии? Например, мир к миру. Да, совершенно верно. Да. А новое имя? Новое имя они получают. Хадж приводит к тому, что у человека новое имя. Это указание на то, что исполнилось по Иисусу Христе? Что, встретившись со Христом, мы станем новым творением? У нас будет новое имя. Откровение третья глава говорится о том, что Он написал у нас новое имя, на нас новое имя. Возобновление завета. Мы все равны, мы братья и сестры. Это все также проявляется в Евхаристии. Но этот завет не основан на нашем месте. этот завет относится к прощению грехов, к спасению, к тому факту, что мы входим в Божию семью. Это совершенно другое понимание завета по сравнению с мусульманским. Теперь приведу несколько заключительных замечаний, которые вы найдете в нашем плане, а потом мы с вами обратимся к самому Корану и прочитаем очень интересный фрагмент. И хаджи, и в харистии приглашают верующих собраться вместе и направиться в паломничество. Но смысл этого паломничества различен. Хадж это обещание быть покорным Божьему Слову, Божьему водительству, неспоставленному пророкам прошлого в Кабе. Хадж воспоминание о заместительной жертве во спасении Исмаила. Евхаристия это прославление Божьей благодати и прощения во Христе, который отдал жизнь ради нашего спасения. Евхаристия это воспоминание о Христе как агнца Божьем, который был распят за нас и скупив нас от смерти на Христе. Мы, христиане, должны задаться вопросом, почему Бог дал этого агнца? Это что? Это знак? Это аят? Мы считаем, что это указание на крестную смерть агнца Божьего Иисуса Христа за наши грехи. Ислам тоже ощущает недостаток того, что есть в Евхаристии. Об этом сура пятая трапеза. Сура пятая и называется она трапеза. Почему трапеза? Потому что эта сура выражает желание обрести то, что есть в Евхаристии. Заключительные стихи этой длинной главы, заключительные аяты этой длинной суры 5 со 112 по 115. Послушайте Коран. Вот сказали апостолы, О, Иса, сын Мариам, может ли твой Господь не извести нам трапезу с неба? Он сказал, бойтесь Бога, если вы верующие. Они сказали, мы хотим поесть с нее и успокоиться наши сердца, и будем мы знать, что ты сказал нам правду, и мы будем они свидетелями. «Сказал Иса, сын Мариам, Аллах, Господи нас, наш, не изведи нам трапезу с неба, это будет нам праздником для первой из нас и для последнего, и знаменем от тебя, и даруй нам удел, ты лучший из дарующих удела, сказал Аллах, я не спошлю ее вам. Вот так. Представляете, последние стихи этой суры в Коране, трапеза называется сура, ученики говорят, Иисус, может ты устроишь нам трапезу, чтобы нам поесть, чтобы трапеза была от самого Бога, чтобы нам поесть и насытиться. Как отвечает Иисус? Да. 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 Вот так. Вот так. Вот эта жажда в сердце и славу Господи, устроенном трапезу, сделана. Да. Трапеза готова. Я хлеб жизни. Вкушайте. Вот кровь моя. Примите прощение грехов. Примите вечный хлеб. Все готово. Да. Вот мы приглашаем наших друзей мусульман. Вот прочтите, прочтите в Коране благая весть готова. Вопросы? Но мусульмане вам могут возразить, что ведь христианская трапеза не обязательно для всех открыта. Вы говорите, что она для всех открыта. На самом деле вы идеализируете христианство, потому что есть разные конфессии, разные вероучения. у кого-то в Христе открыта, у кого-то закрыта, у кого-то полузакрыта. Так что у вас такая идеальная картинка получается? Христианство, в котором для всех доступна трапеза. Вот вам и скажут мусульмане, не все так радужно, не все так красиво в христианстве. Знаете, да, мы об этом уже говорили. У меня один есть друг, мусульманин, он приходит в церковь, и он приходит и принимает причастие. Некоторые в церкви его не допустят. Я думаю, есть смысл пастору с ним встретиться и объяснить ему, что такое христианство преломления, что такое причастие, что он говорит, что он делает, о чем он свидетельствует, выходя вперед. Конечно, обо всем этом нужно с ним поговорить и помочь ему, но когда человек начинает такие вопросы задавать, мы можем ему напомнить, что смотри, ты ведь когда на хадж ходишь, ты тоже пытаешься очиститься от всякого зла, от всякой скверны в своей жизни. Точно так же и здесь, приходя при трапезе, нужно очищаться. Господь нас очищает, поэтому мы дежновенно, смело приходим к трапезе. Мы говорим, добро пожаловать, пусть Дух Святой испытает твое сердце и осветит тебя и просветит тебя в вопросах веры. Готов ли ты принять Иисуса Христа? Конечно, каждой церкви этот вопрос нужно решать, но очевидно, что растертые объятия Иисуса Христа приглашают нас, приглашают к примирению, приглашают к покаянию, приглашают к этой трапезе. И трапеза Евхаристия постоянно напоминает нам об этом призыве «Примиритесь! Добро пожаловать, мои примиряющие объятия!» Бог в Иисусе Христе приходит к нам с распростертыми объятиями, готовыми принять и обидеть нас. Если я к вам приду вот так, что это значит? Подойди, сюда, подойдите сюда, пожалуйста. Если я приду к вам вот так, что это значит? Осторожно, осторожно. А если вот так, я говорю, «Бог велик», значит, я готов сражаться за Бога. Осторожно, со мной не шутите. Да. А если вот так? Как буддисты. Вот так или вот так, например. или так, или так. То есть, я для вас закрыт. Такова буддистская теология, буддистское богословие. Ты один, никто кроме тебя спасения тебе не принесет. Ты сам свой спаситель. А если вот так? Объятие. Это я в уязвимом положении. Я в уязвимом положении, но я на тебя наступать не буду. Я тебя принимаю. Я готов тебя обнять. Иди сюда. Однажды я был в одной большой мечети, беседовал с мусульманином. И он говорит, «Да что такое искупление? Что такое искупление? К нему подошел и говорит, вот что это такое. Когда Бог во Христе приходит, чтобы обнять тебя. Приди, примирись со мной. Я хочу примириться с тобой. Я хочу искупить тебя». Вот это и есть Евхаристия. Вот это и есть трапеза. Это и есть общение с Богом. Ощутите принятие Божие, объятие Божие. Аминь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...